Всем привет, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Марина, мой канал называется Taro Diamond Dream. И предлагаю вам ежедневное традиционное видео «Карта дня. Какую энергию несет этот день в нашу жизнь?». Это видео будет актуально для вас в любой день, когда вы его найдете. Но сегодня 30 ноября 2019 года и будем в первую очередь смотреть энергию этого дня. Будет у нас сегодня 4 варианта. Использовать мы будем колоду Taro иллюминатов. Очень люблю эту колоду, она яркая, красочная, очень такая, знаете, ясноговорящая. Итак, выбирайте свой вариант 1, 2, 3, 4 по цифре, которая вам нравится, либо по сердечку, по цвету сердечка. Сейчас я буду выкладывать карты. И то, что вам понравится, то, что прорезонирует, то, что вам покажется вашим вариантом, выбираем. 30 ноября 2019 года. Вариант номер 1. Карта дня. Вариант номер 2. Вариант номер 3. 3. Вариант номер 4. Теперь выбираем из этой же колоды по совету на этот день, на что нужно особое внимание обратить. Энергию мы сейчас узнаем, а на что нужно обратить особенное внимание для того, чтобы этот день прошел как можно более успешно. Так, первый, второй, третий и четвертый. Если вам нужно время для того, чтобы сосредоточиться и выбрать ваш вариант, поставьте, пожалуйста, видео на паузу. А мы будем начинать. Итак, вариант номер 1. Доставим карты и смотрим, что у нас здесь получилось. Карта дня является у нас карта девятка кубков, а картой советом четыре жертвы. Девятка кубков. О чем говорит эта карта? Эта карта говорит о том, что сегодня вы будете абсолютно удовлетворены всем, что происходит в вашей жизни. Что бы вы ни начинали, что бы вы ни задумывали. Все будет очень успешно. Все у вас будет получаться. Никаких вообще отрицательных эмоций, никаких лишних забот, никаких отвлечений в какую-то неправильную сторону. Все будет идти правильно, все будет идти очень хорошо и в вашу пользу. Вы будете удовлетворены абсолютно всем. Видите, какой здесь мужчина сидит в окружении кубков золотых, полных. И он счастлив. Он доволен собой и всем происходящим сейчас. Он действительно пожинает плоды своих трудов и он абсолютно счастлив. И как совет дня вам идет карта четыре жезлов, четверка жезлов, которая также говорит о празднике, об удовлетворении, о пожинании каких-то лавров, пожинании результатов какой-то своей работы. Это успех, это праздник. Возможно, у вас какая-то вечеринка будет сегодня. Но эта карта совета, она говорит, радуйтесь тому, что все это у вас сегодня есть, потому что вы это заслужили и это ваше. Более того, сейчас ваше состояние очень стабильно, все хорошо и все в ближайшее время будет более чем хорошо. У вас сейчас стабильность четверка. Это карта стабильности. Поэтому замечательная идет энергия от первого варианта. Я вас поздравляю, единички. Давайте перейдем ко второму варианту. Карта дня колесница и карта совет или предупреждение – это четверка Пентаклии. Колесница говорит о том, что сегодня вы будете очень мобильны. Возможно, вам придется много ездить, много двигаться, передвигаться. Либо это будут какие-то быстро сменяющиеся друг за другом события. Может быть, вы даже в какую-то поездку далекую либо соберетесь, либо вообще поедете, отправитесь. Очень хорошая карта, говорящая о том, что будет активный, очень удачный, очень успешный день. Также все начинания будут удаваться. Вы будете активно общаться с людьми. И все, что связано с коммуникацией, с путешествиями, с передвижением, с такой мобильностью – все абсолютно будет очень успешно, очень удачно. Но карта предупреждения вам идет четверка Пентаклии. Совет или предупреждение, которое говорит о том, что, возможно, вам сегодня будет разумно немножко в первую очередь приберечь деньги, либо разумно их потратить. Если у вас какая-то трата будет сегодня, то семь раз отмерьте, один раз отрежьте. Я люблю эту фразу, потому что она очень хорошо относится к этому аркану – четверка Пентаклии. Здесь видите, какой сидит мужчина на Пентаклях, на своих монеточках. Одну держит в руках, две под ногами, одна у него на голове. И он все это держит, держит. Значит, вам тоже нужно проявить либо бережливость, либо разумность в тратах. Это может также касаться и эмоциональной сферы, но больше все-таки это относится к финансам. Поэтому, да, у вас отличный успешный день, вы активны, вы мобильны, но очень осторожно, очень внимательно относитесь к своим финансовым тратам. Это вам пойдет на пользу в дальнейшем. Третья пара карт. У нас сегодня такие карты хорошие, интересные, все сильные. Первая карта у нас – сила, энергия дня. И вторая карта – туз мечей, совет или предостережение. Сила говорит о том, что сегодня все в ваших силах. Сегодня, видите, от каждого расклада идет энергия, вообще великолепная, замечательный день. Я уже могу сказать точно, что день, в принципе, общая энергетика дня очень позитивная и сильная, энергичная. И в третьем раскладе, в третьем варианте также карта дня, энергии дня, говорит о том, что вы сегодня можете абсолютно все. Вы сильны во всех отношениях, в любых сферах вашей жизни, в любых начинаниях. Вы абсолютно все можете. Кроме этого, вы суперсексуально привлекательны для противоположного пола, да и вообще привлекательны для противоположного пола. И более того, если вы будете проявлять дипломатичность, не просто там силу духа, физическую силу, да, то если вы будете проявлять дипломатичность, ласку и мудрость, вы достигнете гораздо больших результатов, чем вы даже ожидаете. Смотрите, как здесь девушка очень ласково, нежно, да, раскрывает пасть. Люа, она его укращает, но она укращает его не силой, либо угрозами, либо кнутом, она укращает его своей лаской, мудростью. То же самое относится и к вам. Ко всем ситуациям сегодня относитесь предельно дипломатично, проявляйте свою мудрость и помните о том, что вам абсолютно все сегодня подвластно. Все можете, все, что вы начинаете, какие-то дела, какие-то планы, все будет успешно, все у вас получится. Очень позитивный день, но как предупреждение, мы обязательно смотрим еще одну карту как предупреждение. И карта предупреждения у нас идет туз мечей. А туз мечей – это карта прояснения ситуации, возможно, даже выяснения отношений, вскрытие какой-нибудь истины. Ну вот такая, знаете, карта довольно острая. В этой колоде она очень красивая, но все равно это ситуация, вернее, это ситуация, в которой вы проясняете что-то. Вы можете быть остры на язык, вы можете быть немножко более холодны, чем обычно. И вот эта карта здесь вам говорит, что, возможно, вам нужно будет сегодня проявлять остроту и даже где-то холодность вашего разума. То есть расчетливость, также мудрость относится и к аркану сила. И если вы эти все качества вместе объедините, то вас ждет, безусловно, наилучший результат этого дня. Но помните, что если вам захочется с кем-то выяснить отношения, оголить свой меч сегодня, то проявите, пожалуйста, максимум дипломатизма, потому что это будет вам только на благо. Вот так, вот такой третий у нас вариант получился. Давайте посмотрим четвертый. Карта дня – семь пентаклей и совет шесть мечей. Ну, смотрите, карта семерка пентаклей, она хорошая. Это карта денег, это карта сбора урожая какого-то. Возможно, подведение каких-то итогов. Но семерка пентаклей всегда означает то, что то, чего вы хотите достигнуть, либо какие-то ваши дела развиваются не так быстро, как вам хотелось бы, и вы имеете не тот результат, который вам бы хотелось бы. Поэтому и энергия дня вашего такова, что вы с нетерпением ждете чего-то большего от какой-то ситуации, от какой-то сферы вашей жизни, но вам приходится довольствоваться тем, что есть. Вот видите, у него, у этого молодого человека и урожай здесь есть, и денежки здесь висят, и красивый у него сад, но все равно это не совсем то, что он ожидал. Поэтому будьте готовы к тому, что, возможно, вы будете хотеть чего-то большего, а получите несколько не тот результат сегодня, который вы хотите. Либо вы чего-то ждете долго, но вам придется подождать еще немножко. Эта карта немножко отдаления результата. На самом деле она позитивная, хорошая, просто говорит об отдалении результата. И на данный момент неполной удовлетворенностью результата. И как совет вам идет шестерка мечей, а шестерка мечей – это всегда у нас переход от одного состояния к другому, с одной работы на другую, от одного партнера к другому, допустим, от одних отношений в другие, из одного эмоционального состояния в другой и так далее. Основное значение этой карты таково. Поэтому эта карта говорит вам, не бойтесь менять что-то в жизни. Если у вас какой-то застой происходит сейчас в какой-то из сфер вашей жизни, не бойтесь это поменять, не бойтесь взять инициативу в свои руки и пойти поплыть к другим берегам. Вас там ждет успех, вас там ждут новые какие-то возможности. Вот такая энергия идет от ваших карт сегодня. Если вы чувствуете, что какой-то застой в вашей жизни, не бойтесь менять ситуацию, потому что это будет только благоприятно для вас. Вот такой получился у нас сегодня расклад. Отличный просто расклад. Мне очень нравится энергия сегодняшнего дня. Если мое видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Спасибо большое, что посмотрели. Буду очень благодарна вам за комментарии, за сердечки под этим видео. Всем желаю прекрасного дня, любви, гармонии, всего самого наилучшего. Всех целую, люблю. Пока-пока.